В зимний период эксплуатация автомобиля гораздо сложнее, чем летом. Это связано с погодными условиями, которые мешают езде и часто становятся причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий. Происходят аварии из-за невнимательности водителей, слишком быстрой езды на автомобиле и отсутствии в его комплектации зимних шин. Некоторые водители переоценивают свои навыки вождения и считают, что перебывать транспортное средство необходимости нет. Однако зимние шины улучшают проходимость автомобиля и сцепление на обледенелых и заснеженных дорогах. В то время как летняя резина теряет пластичность при замбросках и такого сцепления с дорогой нет. Наглядно продемонстрировать разницу в вождении автотранспорта, укомплектованного разными видами шин, решили сотрудники госавтоинспекции. В рамках акции «Смени шины у своей машины» они провели эксперимент, участниками которого стали два водителя на автомобилях Volkswagen Polo. Павел Стримбут еще не успел переобуть свое средство передвижения, из-за чего, признается, уже успел столкнуться с некоторыми трудностями в вождении. Сложность управляемости автомобиля. Автомобилем тяжело управлять, но если внезапно придется тормозить, ну мы рискуем, конечно, на дороге. Осталось два дня. С 1 декабря по закону нам уже нужна обязательно зимняя резина. А преимущество то, что безопаснее, главное, на дорогах. Внимательность. И чтобы тормозной путь был у нас, конечно, поменьше уже. А вот Александр Таруть поменял шины на своем авто уже более месяца назад. На водителя, оттягивающих этот автомобильный ритуал до последнего, мужчина смотрит с неодобрением. Говорит, безопасность превыше всего. Особенно в такую снежную погоду. Переобулся в середине октября уже как бы подходило время. И надо было пребываться, потому что и управляемость автомобиля, и тормозной путь эффективнее. Как бы очередей. Я держу зиму колеса на дисках, чтобы не быть в этих очередях. Просто перекинул колеса и все. А летнее положил на хранение. В ходе эксперимента было совершено по три заезда на каждом из автомобилей. Машины проехали дистанцию 100 метров, чтобы развить скорость 50 км в час. Езда по заснеженной дороге показала тормозной путь авто с летней резиной равный 36,5 метров. Тормозной путь машины с зимней резиной составил в этом случае 22,5 метра. Следующие два заезда осуществлялись на раскатанной дороге с гололедицей. Здесь тормозной путь летней резины в обоих случаях составил больше 50 метров. Зимней не более 28. Отдел госавтоинспекции Лицкого РОВД с 25 ноября по 5 декабря проводит республиканскую профилактическую акцию смени шины у своей машины. В рамках данной акции отделом госавтоинспекции был проведен показательный эксперимент с помощью двух автомобилей Volkswagen Polo. Если отталкиваться от преимуществ и недостатков по летней и зимней резине, это видно невооруженным глазом. Водитель, который управлял автомобилем на зимней резине, тормозной путь которого стал меньше. А водитель, который управлял автомобилем на летней резине, у того тормозной путь стал больше. Водители, которые участвуют в дорожном движении на летней резине, они наиболее подвержены риску попасть в дорожно-транспортное происшествие. Уважаемые граждане, при выпадении осадков учитывайте правильную скорость для движения, учитывайте боковой интервал, а также необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Победа за зимними шинами. Но даже после того, как вы переобули свой автомобиль, стоит и самим перестроиться на медленный стиль вождения. За рулем транспортного средства следует обдумывать каждое свое действие, быть предельно аккуратным и отказаться от рискованных маневров. Ведь наша безопасность – это мы сами. Субтитры создавал DimaTorzok